В этом году Министерство обороны Латвии планирует крупную закупку. Наша страна собирается приобрести новые бронетранспортеры. Ни их цена, ни количество пока неизвестны. Но к этой истории уже с самого начала множество вопросов. Например, почему мы так сильно полюбили Финляндию? И уже не первый конкурс подряд нас так тянет заключить с ними договор. О том, как Латвия за бронетранспортерами ходила, мое личное дело. 2017-2018. Министерство обороны Латвии запускает крупную закупку. Ищут совершенно новые, никем не пользованные бронетранспортеры для нужд латвийской армии. Колесная формула 4 на 4. До финала доходят 4 компании из 12. Больше всего пунктов набирает финский БТР Сисум. Конкуренты в полном недоумении. На тот момент машина, присланная финами, существует лишь в единственном экземпляре. Это прототип, который, как указывают другие претенденты, не соответствует техническим требованиям закупки. Длиннее, шире, выше и в два раза тяжелее. Как выяснится позже, правила игры меняются по ходу закупки. Также финнам делают поблажки и во время тест-драйва. Из жалобы конкурентов СИСУ не могла завершить тест по управляемости на песке из-за своей массы. В другом тесте на управление по лесным дорогам финский внедорожник вообще не смог участвовать из-за своих габаритов. Вот еще замечание рабочей группы НВС. Во время теста констатирована утечка масла из двигателя. Финская компания обещала, что на реальных машинах будут стоять другие двигатели. Но останется ли доступ свободным к таким важным деталям, как фильтры, ремни, аккумуляторы, подтвержденной информации нет. Интеграция электродвигателя может удорожить проект на 60, а то и 80 тысяч евро. В трудных условиях вождения замечено нарушение в работе усилителя руля. Во время поворотов руль работает рывками из-за недостаточной мощности двигателя. Коробка передач также работает проблематично и тоже рывками. Передние двери из-за брони очень тяжелые. При наклоне автомобиля на 45 градусов открыть дверь практически невозможно. То же самое с задними дверями. Они еще больше, еще тяжелее и без вспомогательных механизмов. Закрыть распахнутую на 90 градусов дверь сложно. Передние сиденья с правой стороны неудобны. Ощущения дискомфорта появляются уже через 10 минут езды. Отделение для бойцов. Рюкзаки можно положить только на землю под креслом. Это сильно осложняет выход из машины. То есть по каждому пункту еще предстоят доработки. Но может в ценовой категории предложение победителя самое выгодное? Нет, не может. Финские СИСУ почти на 30 миллионов дороже, чем турецкие Кобры. И на 77 миллионов дороже, чем американские Хамви. Еще дороже оказались только южноафриканские мародеры. Два конкурента подают жалобу в бюро по надзору за закупками. Тогда же всплывает. Незадолго до объявления итогов закупочной процедуры, в конце октября 2018-го, группа экспертов из Национальных вооруженных сил Латвии посещает производство будущего победителя в Финляндии. 9 ноября 2018-го объявляются результаты. К слову, на заводы других претендентов таких делегаций не было. Бюро по надзору за закупками проводит проверку, во время которой не удается получить информацию, что эта поездка как-то повлияла на выбор комиссии. Тем не менее, итоги конкурса отменяют. Не у всех требований по закупке, но у большой части действительно отступления были. Поэтому и было решено запретить заключать договор с победителем. На этом наша история не заканчивается. Она только набирает оборот. Закупку 4 на 4 прекращают. Начинают новый проект в 6 на 6. Заключают межправительственный договор. Тогда и конкурсов устраивать не надо, и конкуренты не смогут обжаловать результат. Нам было ясно, если покупать бронемашину открытой закупкой, все закончится в пользу тех, у кого сильнее юристы, и кто способен найти большие ошибки в работе экспертов. Страны НАТО очень редко, когда закупают военный транспорт с помощью открытых конкурсов. Министр дал задание – искать в рамках межправительственного договора. Да, в оборонной отрасли есть специфическое регулирование, которое касается сотрудничества в исследованиях и разработках. Допускается, используя исключения, не устраивать открытый конкурс. Есть возможность заключить межправительственный договор на исследования и разработки. Допускается, что результаты этой разработки потом могут быть доставлены. От имени министра обороны Артаса Паврикса рассылают письма в 16 стран НАТО и ЕС. Текст примерно такой. Латвия хочет закупить два вида бронетехники. 300 машин для отряда на 8-10 человек, ценовой диапазон – максимум 700 тысяч евро. И 155-ти местных машин – не дороже, чем за 500 тысяч. Потенциальное участие латвийской промышленности – 30% от общей суммы. Ответ получают от 12 государств. Но выбор вновь падает на Финляндию – компанию «Патрия», которая, к слову, исторически связана с СИСУ. Мы провели анализ рынка. Примерно знаем, какие цены доступны на этой базе. С одной стороны, у нас есть заключение национальных вооружённых сил, что да, им предложение финского правительства очень подходит. И с другой стороны, мы видим цены других стран. Видели, что предложение правительства Финляндии фактически, можно сказать, очень конкурентоспособное. Письмо министра датировано 12 июля 2019-го. А уже в сентябре два представителя Министерства обороны Латвии летят в Финляндию. И вновь это единственная страна, которую посещают в рамках нового проекта. На другие производства не едут. Один из командированных – Марис Тюда. Он участвовал в закупке 4х4, был председателем комиссии. Играет важную роль и сейчас в проекте 6х6. Ну, так как он отвечает за... Он самый большой эксперт, который отвечает за закупки и заключение договоров. Он участвовал в закупке СИСУ и участвует сейчас. К сожалению, у нас в министерстве нет стоя одного эксперта. Мы сравнительно большие, но экспертизу делают пару человек. В нашей стране работает компания «Патриа Латвия». Ей руководит Удис Романовс. Бывший военный, 20 лет в выслуге. То есть человек, который хорошо знаком с системой и с людьми. Итак, что получит Латвия? Несколько сот машин. Точное количество пока не называют. Также мы будем производить некоторые запчасти. На данный момент уже заключены договоры с тремя латвийскими предприятиями. Но будет ли у нас открыт завод, собирать машины на месте? До конца не ясно даже министерство обороны. Что получит Финляндия? Готовую машину со всеми интеллектуальными правами, которую продаст нам и предложат другим государствам. Сначала к проекту присоединяются наши соседи – Эстония. В конце 2019-го три страны подписывают письмо о намерениях. Фотография на память. Но очень скоро эстонцы передумывают и покидают проект. Спрашиваем почему – отвечают. Эстонский Центр обороны конвестиций не достиг соглашения с Патри о стоимости на исследование и разработку, о цене автомобиля и об участии в промышленности. Но мы все равно остаемся участниками технического соглашения, не принимая никаких дальнейших обязательств. Поэтому не можем раскрывать никакой дополнительной информации о предлагаемых условиях. Какую цену предложила Финляндия, Латвия держит в секрете, пока не будет подписан окончательный договор. Соглашение собираются заключить в середине этого года. Но по информации личного дела, изначальная стоимость может вырасти, причем значительно. В Министерстве обороны отвечают – переговоры еще идут, цена будет отличаться. В зависимости от комплектации бронемашины. Например, базовая модель для перевозки солдат будет самый дешевый – командный пункт или санитарный транспорт из другой ценовой категории. Фактически, это первая закупка новой техники. К сожалению, опыт приходит только, когда что-то делаешь. Не делая ничего, опыта не будет. Не так давно Финляндия проводила тест со взрывом. Результаты были печальными. Манекены в салоне получили серьезные травмы. Манекен-водитель был убит. В Минобороны эту информацию подтверждают, но добавляют – следующий тест был лучше. Личное дело. Диана Спыну, Латвийское телевидение.